Радиостанция Моторадио Великолепного, блестящего Андрея Андрея, привет! Здарова! Привет, Саша! Долго я собирался доехать до вас, но что-то как-то так не складывалось Что с тобой творится? Почему ты перемещаешься медленно по городу? Где твой прекрасный скутер? Скутер я поставил, потому что морозы ударили Я уже в силу своего возраста подумал, что может быть не стоит рисковать Понимаю, что город убирается очень несинхронно, поэтому можно не проехать Слушай, какой возраст? Ты о чем? Ты где вообще про такое говоришь? Нет Ты молод душой, у тебя бицепсы есть Да, бицепсы есть, да, это правда Ну, сезон в этот я накатал 15 То есть я начал глубоко ранним апрелем Слушай, ты на скутере наездил так как тысяч? 15 Ну, потому что я умудрился набрать 5 штрафов на машинах, на мотике нет То есть это вообще фантастически Слушай, ну, здесь стрекоза какая-то мелкая, несерьезная, хотя он большой у тебя, но это же, мне кажется, чисто городская такая штука, нет? Или ты скутер твой? Ну, он почему на дальняк? Или у тебя не один? Нет, у меня их два Один БВЦ1 с крышей Вот с крышей которой, да? Да, этот, но этот на дальняк нет, потому что у него критическая скорость максимальная, она у него 110 км в час Опять же и парусность Ну, парусность, она не сильно мешает, Саш, ну, просто он, он, как тебе сказать, он вообще, он строился как бизнес-класс То есть ты кладешь сзади этот самый кейс, садись в костюмчике, у тебя стекло вот это защищает от всех И едешь на переговоры Едешь на переговоры, да Покупать акции Газпрома Абсолютно, да, если у тебя есть деньги, почему нет? Хороший мотик, очень удобный, надо к нему привыкнуть, потому что крыша А ты на чем ездишь-то? Сейчас на Сузуки 400 Это что такое? Это тоже табуретка, тоже скутер Я скутурист, я табуреточник, то есть я не... Мне говорят, купи мотоцикл Я говорю, ребята, мне нравится ручка газа, когда я ее открываю, я быстрее еду И мне нравятся два тормоза, никаких задействованных больше моих органов не участвуют в этом, кроме головы Вот, поэтому я с 95-го года один из трех первых скутеристов, когда появились три скутера Покоривших полярные регионы Вот, поэтому нормально, этот год был очень такой удивительный, на самом деле Но с открытием у нас все вроде прошло нормально И от ассоциации... Ты был великолепен Да, на Дворцовой площади это было, конечно, очень здорово Ну, Александр Якович поразил меня на Рощинской, просто вот отрыв, живое выступление Ну, я знаю Александра Яковича давно, с 81-го года, поэтому, как бы, не сомневался в его мастерстве Супер прошло все, понятно, что погода, как всегда, была питерская, абсолютно питерская Которая проверяла нас на, как бы, на вшивость, там, крепким или нет Нет, все здорово прошло, и у Волков прошло нормально, как бы, то есть я и сначала ассоциация Мы знаем, мы знаем, да К Волкам, естественно, они меня попросили, я не могу отказывать, я сказал, ребят, я... Слушай, ты человек ведь на расхват, наверное, в нашей мотосреде, или как? Как тебе сказать? Ну, я бы не сказал, наверное, так Есть какие-то адепты, которые не любят тебя, так по-честному? Которые, говорят, блестящего? Слушай, никто, никто мне никогда открыто не говорил Ну, потому что ты здоровенный мужик огромный, у тебя кулаки огромные Я даже не знаю, ну, в принципе, конечно, могу приложиться, если меня вывести из себя Вот, наконец-то разлыбался, да Да, кстати, у нас видеотрансляция идет Блестящий, красив, в татуировке, в нашем этом новогоднем дождике, да? Да, в дождике, да В украшении, да И с блестящим изображением тигра Тигра, да На... Лев На туловище, да Ладно Можно же, да, во-первых, все время хочу спросить Ну, наверное, не я один такой Почему блестящий, как это у тебя родилось? У тебя миллион раз спрашивали Не расскажу Расскажи еще Не расскажу Спасибо Переходим к следующему пункту Про блестящего не расскажу Потому что это тайна Есть интереснейшая история, но она должна остаться историей Может быть совсем как-то Хорошо, перефразируем Это что-то обозначает, что-то... Обозначает, да Да, это был повод и как бы... Нет, нет, если вот история, она секрет, хорошо Да, я придумал это и вот... Ну, была предыстория Сначала я был Светлячок Потом Дрюня Потом я был Безумный в секрете Кличка у меня была... Кличка, все, биткватер секрет У меня была Безумный В секрете у всех клички были Даже у директора А что ты там делал, я что-то и не знал Я художник, постановщик по свету Два года с секретом Ух ты! То есть вот эти все Забулдовские Это самые, да Морошов, Фоменко и Максим Леонидов С Максимом мы общаемся С Забулдовским Андрюхом общаемся С Колей, ну, не получается пересекаться Но нормально, это лучшие годы Лучшие концерты, лучшие гастроли Это... Можно писать об этом, как это было офигенно просто Но не только это Всегда я оборачиваюсь на свою эту жизнь Гастрольную Конечно, вспоминаю Леша Фадеева И было мне очень приятно, что я с ним работал Группа Старт Первая группа, которая играла хэви метал В Советском Союзе разрешено было Петь на английском языке Хэви метал Это группа Старт Леша Фадеева Слушай, но он же потом, по-моему, у него было... Потом там у него что-то поменялось Группа Форвард, это он же тоже, нет? Ну, это да, это же его, да Но потом, вот, как раз появилась группа Старт И Калининградская областная филармония Мы ездили по стране И просто вот такие глаза Молодые ребята, значит, мальчики, девочки Слушай, это же сколько лет назад? Ну, давно, давно Это еще СССР Это СССР, да А, да То есть началась у меня эта деятельность Первая моя, как ведущего и диджея Программа была в 1971 году для родителей То есть можете себе представить, да И основная уже деятельность у меня началась с 83-го года Когда я познакомился с Федей Старлировым Группой Дилижанс И поехала Все, пошла у меня вот эта вся история Гастроли шикарные Где-то около 120 городов Советского Союза Я объездил в свое время Супер Это меня греет всегда эти воспоминания Это просто А как все трансформировалось в такой вот, в мото Все-таки А в мото Получилось так, что в 95-м году У меня была мечта еще с детства Я видел Ригу 101 Маленький вот этот мотоцик У меня была мечта Это мечта сбылась в 95-м году Я купил Хонду Такт Из Владивостока Чувак привез нам это Пригнал его на самолете И продавал И ему надо было улетать к себе в Владивосток А, он не продал еще Да, да, да Цена Возьмите уже Да, цена у него была такая Не совсем адекватная И я говорю Слушай, вот есть столько Все, я тебе дам 200 долларов И все, и до свидания И купил И купил, да Ну, как бы там не без приключений Потому что надо было масло залить, оказывается Надо было там это сделать Это, это Ну, нормально как бы Вот с этого началось И я стал уже мото То есть вот первые скутерные гонки Невское кольцо Я застал Невское Я вел несколько гонок чемпионатов Нашего города по Невскому кольцу Еще тогда стадион Кирова стоял Да, да, да Это легендарная трасса Самая опасная трасса в мире Ты знаешь, да, об этом? Нет Нет, потому что не колеса лежали на поворотах На виражах, да Лежали бетонные блоки Это была трасса для мото Или для и авто тоже? Это, нет, для авто нет Авто, я не помню, что там машины гонялись Но мотоциклетные гонки устраивали Когда был Владимир Васильевич Яковлев Председателем мотоциклетной федерации Санкт-Петербурга Тогда стадрайд зарождался В лице Дениса Щапова Тогда много было интересного Вообще было потрясающе Вот это становление Шикарное Так какие люди там Это же просто фантастика То есть это все Ну, Питер как бы вот Я не знаю, что там в Москве в то время было Я не обращал на это внимания Но Питер он тогда уже качал И вот первые гонки на скутерах Это была идея Я не помню, как его звали У нас был президент Президент Горбачев Города Ленинграда Нет, я не помню То ли Андрея его тоже звали Вот, президент А Владимир Васильевич Яковлев Давайте сделаем Будем гоняться На Нарской площади Напротив Кировского райисполкома Офигенно Я там вел суперзвук Свет Без света звук Все хорошо Там приходили И спортивные праздники я вел Там шикарные Все это было в несколько Несколько лет подряд Комитет по физической культуре Кировского района Он просто говорит Андрюха, только ты Все, всегда все здорово Позитивно, с музыкой там Вот, и гонки вот эти начинались И оттуда уже пошло и Невское кольцо Потом оттуда пошел стадрайдинг Ну, все как-то вот Все вверх, вверх, вверх И я Поэтому и поддерживаю Что мотостолица России Это все-таки, наверное, Питер Потому что Потому что Питербург Потому что Москва была занята тем Что она строилась как столица Ей было не до мотоциклов Может быть, там что-то и происходило Но в масштабе как Питера Конечно, наверное, нет Великолепный Андрей Блестящий Сейчас услышал свой голос Да Слушай, так оказывается Вот здесь вне эфира В разговоре Ты же, оказывается, великий человек На телевидении был Оказывается Да И вот эти музыкальные ринги Знаменитые Шикарная Программа Спасибо Вове и Тамаре Максимовым Они просто А где они сейчас? Что-то их вообще не видно нигде Все живы-здоровы? Я не могу сказать Нет, по-моему, здоровы Я с Борей Деневым Это оператор-постановщик Вот у меня судьба свела с ним И я счастлив И мы с ним дружим Мы с ним общаемся Мы друг к другу в гости входим Вот Борька молодец Он подтянул меня на эту программу И все Я там реализовал Свои вот эти идеи световые А в чем заключались? Какие-то пучки света Как-то там складывать? Ну, в бегущие огни Тогда это было Но нонсенс А у меня уже это было То есть это вот Это было очень круто Но это оформление Вот я так это видел И мы как бы добавили Немножко динамики Поэтому если просто посмотреть Старые вот эти записи Там можно увидеть Вот эти элементы Это создавало настроение Тогда на телевидении Кроме статичных приборов Ничего не было Не было никаких вот эффектов Сейчас это уже другая история Совсем Вот Но тем не менее Я познакомился С Билли Джойлом Ух ты Это круто А музыкальный ринг Бит-квартет Секрет Господи Как Витя Резников Витя Резников Царство Мы с ним Очень дружили Вообще Как бы Я Андрюшку Помню маленького Нянчился с ним В Таллине Когда мы на гастроли Приехали Потрясающий Человек Просто вот Светлый И Мне Я плакал Когда узнал Что он разбился Он Меня приглашал Андрюха Давай ко мне В театр Витя Резникова Вот Будешь там Этим директором Техническим Ну вот Не получилось Сколько вообще всего Вот тогда начиналось Интереснейшего проекта Потрясающе Я могу тебе сказать Витя Резников Бит-квартет Секрет Группа Август Шикарная Конечно Олег Гусев И Олег Кириллов С которым я Общался И принимал участие В съемках клипа Когда Олег Поднялся На вершину Клипмейкерского Искусства В нашей стране Потому что Лучший клип Снимал он Вот Спасибо ему Что он Меня приглашал В качестве техника Я что-то там Помогал Я это все видел Весь этот процесс Потрясающе Земляне Знаменитая угловая комната В ЛДМ На втором этаже Где Там по-моему Бар был Нет Нет Это второй этаж По черной лестнице По черной лестнице Да Это знаменитая комната С Володей Киселевым Знакомым Общался Помогал Обеспечивать Первый концерт Я паял там Ферму Здоровенную Треугольник Как у Киса По-моему Но это уже Земля в иллюминаторе Уже все Это был знаменитый Концерт В СКК Когда Вова Выставил Совершенно Потрясающий звук Вот Собрался Со всего города Звук И когда Земляне ударили По-настоящему Там просто Весь этот СКК Обалдел Когда я это все Увидел Это был Шикарный концерт И тогда Я помню Но это была Серия концертов И я помню Что тогда Володя Первый Кто Когда увидели Радио Микрофона Это тоже было Спасибо Володе За это Мы как-то с ним Где-то виделись Он тоже Уже в возрасте Понятно Но он узнает Вот у него память Потрясающая Он мне машет Я ему так Ну у тебя Трудно не узнать У тебя запоминающийся Внешний вид Ну жизнь Жизнь моя прошла В ЛДМе Практически Я его строил Потому что Был комсомольцем Это была комсомольская стройка Пионерская стройка То есть Все принимали участие В строительстве ЛДМ А теперь его будут сносить Да К сожалению В 2023 году Его начнут сносить Может быть раньше А управление полицией уже было? Или потом построили? Я не могу Не помню Но Это самое Вот Я знаю что Прекращает Пока театр Театр Остается там До июня месяца Потом закрывают Да Ну хорошо Пойдем дальше Пойдем потихонечку дальше К нашему А вот Само ведение Мероприятий Фестивалей Тех же самых Это Ведь Много специфики Всякой Внутри Вот этого всего Потому что Ну во первых Протяженность Самого Вот этого Действа Это с утра до вечера И Ты вот один Ну может быть С кем-то и в компании Но все равно Ты вот Задействован Весь день Световой Получается Да и не только Световой И Я могу тебе сказать Саш Что у меня был Потрясающий опыт В Как это Лагерь Лагерь Маяк Пионерский От морского порта Санкт-Петербургского Ленинградского Морского порта Там Проходило Мероприятие Одно Для Выпускников Одесского Университета Или института Морского Транспорта Транспорта Да Я Установил рекорд Я 24 часа Вел программу Закончил Все печально Приехала скорая Меня просто откачивали Потому что Мне Не давали Не есть Не пить Не давали Отдыха Потому что У них было Две смены Одна смена Накушалась Напилась Ушла спать Пришла другая смена А ведущий Должен оставаться То есть Я еле Выставил 24 часа У меня была Программа Я помню И другой случай Когда к тебе Приезжала скорая помощь В Ольгина Ну в Ольгина Там тоже Да Потому что Там Как бы Все это На эмоциях На Когда большое Количество людей Ты должен контролировать И Четко чувствовать Их настроение Ни в коем случае Никаким образом Ни своим Ни своим поведением Ни корректным Не оскорблять их Обычно Некоторые ведущие Путают Что это не их бенефис Это не их Не их концерт Это работа Твоя задача Сплотить Людей вокруг Мероприятия А не разогнать их А как создать Атмосферу Того что Это своя тусовка Но при этом Не перейти границу Фамильярности Очень сложно Я всегда это контролирую Потому что Кто у меня только не был На вечеринках Тем более в Иксах Приходила разная публика Приходило много Авторитетов И я понимал что Одно неправильно сказанное слово Неправильно посмотрел Выдержит Это пристрель Нет Все получалось Ну это не для нашей радиостанции Это секретная информация Да Секретная информация Да Это мы вырежем Да Вырежем Вот А так Ну Это Ну За годами опыт Я не знаю Может быть у меня какой-то талант В этом есть Потому что я когда начинаю Вести мероприятия Я начинаю понимать Что надо делать Меня спрашивают Что ты будешь делать Я говорю Не знаю Мне надо увидеть людей И я начинаю уже Импровизация У меня естественно Всегда это импровизация Я всегда Но основанное Все-таки На тайминге Определенном Правиле У тебя все Ну тайминг Я естественно должен Святой Это тайминг Соблюдение тайминга Это значит успех мероприятия Когда все артисты Все Все вовремя Все выступят Все покажут свое мастерство И люди увидят то Что заявлено было в программе Все Вот это моя задача Многие с этим справляются Многие пускают это на самотек И получают Что мероприятие Немножко съезжает И как бы Теряется вот его Слушай, ну ведь есть же Очень непростые задачи Я вот, например, помню Что ты был ведущим По-моему Тоже такого Очень длинного По времени мероприятия Выставка Эротическая индустрия Да И там много Тоже там Пограничных Тонких таких вещей Очень И вот эти Ну девицы, конечно Там Разные стены Ну все симпатичные, конечно Да Шест, танцы Но при этом Там еще и мальчики были? Возможно, да Были, были, были Они показывали Тоже на На шесте На шесте На пиводе Показывали Такое бывает? Бывает Абсолютно Но там нету никакого Естественно Ни пошлости Ничего Это просто Я вот о пошлости Хотел сказать Что Что вот приятно было Что у тебя вот Не срывалось Это носкобрезности Никакие Вот ты молодец Просто вот Нет Мне надо было А как ты отключаешься Там у женщин Такие были Ну Саш Ты знаешь Я понимаю О чем разговор Да Там надо держать себя в руках Но я могу тебе сказать Что ответственность За то Что у тебя микрофон И ты ведешь мероприятие Настолько высока Что Если ты что-то неправильно Сделаешь Ты завалишь Вообще все Один Одно неправильно Сказанное слово И мероприятие будет Потому что Там было Очень много конкурсов Всевозможных Приходилось что-то говорить Но говорить так Чтобы это не было В чью В чей-то адрес Там прямо Конечно Чтобы не подумали Что я подыгрываю И наоборот Или наоборот Да Ну Понимаешь Это в процессе Вот значит Видишь когда Что происходит Да И понимаешь Что надо говорить Я не понимаю Ты объясни Я не понимаю этого У меня вот Может быть написано Я понимаю Ребята Вы мне написали Но я говорю Это рыба Вот мне Время 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 Все Остальное Я буду сегодня Импровизировать Я не буду читать Это Потому что Я начну читать Это будет Просто выглядеть Чудовищно Ну Наверное Импровизация Правильная И такая Безостановочная Это вообще Лучший вариант Потому что Читать Это во-первых Слышно всегда И все-таки Но это не Не съезд ЦК КПСС Да Или ВКП Это все-таки Эротическая индустрия Эротическая индустрия Да Это был Шикарный опыт Это было Три года Подряд Чудесная Кстати Выставка была Очень интересная И там И фотография Была Прекрасная Совершенно Выставка И какая-то Там Мебель Удивительная Ну Много всего Много было Интересного Это в Гарден Сити Проходило Шикарно Много Очень людей Прекрасная Это Был Экскурс В Эротику Не В Какую-то Порнографию В Какой-то Секс А именно В Эротику То есть Это Такой Взгляд Такой Вид Творчества Но Они Красивые Вещи Слушай Ну Просто Может быть Мы не очень Знаем Про тебя Вот То что Ты ведущий Мотофестивали Все знают Наша аудитория Вся знает То что Ты ведущий Разных Других Мероприятий Ну Примерно Схожих То есть Где вот Много народу Но Скажем Тематика Может быть Не мота А какая-то Там Другая Тоже А что еще Что еще Да Очень много Лет Достаточно Лет я вел То есть Просто ты Вот как-то Мода Там Или ведущий Свадьбе Не знаю Как это называется Нет Я ведущий Тамада Это не мое А в чем Разница Ну понимаешь Тамада Это В моем понимании Это человек Который Из праздника Свадьбу Превращает Просто в дурдом Потому что Вот это Дети Взрослые Встаньте Сядьте Вот это Можно Это нельзя Вы скажете Тогда Когда я скажу А ведущий На свадьбе Что Это другое Конечно Я Когда мне говорят Нам нужен Тамада Я говорю Я ведущий Я буду вести праздник Семейный праздник Буду вести Вот у меня отношение К этому Я говорю Как я это вижу Я это расписываю Вот как я это вижу Если вас это устраивает Я буду это делать Так Я не буду сейчас Перечислять Вот Вот в этом году У меня было Две свадьбы И три дня рождения И юбилей свадьбы Все прошло шикарно Они говорят Мы только тебя и хотим Мы как бы Я говорю Как прошло Все хорошо Все здорово Все как Опять импровизация была Гости довольны Гости разные И И известные И неизвестные Но Они говорят Все А какие-нибудь Другие сферы Может быть Секретные Например Спортивные Презентация Новой скорострельной Пушки Нет Вот это точно Не мое Нет Вот это нет Вот спортивные мероприятия Я тоже вел Гонку 24 часа Вокруг Петропавловской крепости Это которая была На катерах На катерах Да На аквабайках Да Более того Саша Я принимал участие В единственном В нашей стране Гонка на воде Формула 1 Которая проходила По-моему Господи Мне сейчас Вспомнить надо У меня бейджик висит Проходила на акватории Невы Напротив Медного всадника Была территория Огороженная Вот А там проходил Это 97 год По-моему Ой Это все Наверное Юнис Лукманов Все делал Да Скорее всего Хотя Не знаю Кто сейчас Там Потрясающее Мероприятие Было Потрясающе Приехали все звезды Мировые С этими Со своими Фургонами Фуры стояли Была Сделана территория Таможенная Она была Огорожена Полиция Таможня И пограничники Все Вот это был лагерь Лагерь Располагался Занимал всю Английскую набережную От моста Дворцова Что-то я не помню Возможно И там я познакомился С BBC С этой замечательной Радиостанцией Нет Это Видосы Тогда я увидел Камеры у них Тогда По тем годам Вот эти камеры Малюсенькие Которые Цифровые И они передавали Все через спутник Всю картинку Спасибо, Саш Вот эта песенка Которая играла Пожалуйста Моя молодость Супер Вообще Просто Очень кайфовая Да Да У нас вообще Формат очень неплохой Радиорокс Как ты помнишь Радиорокс Да, конечно же Все Все оттуда Я заслужил Радиорокс Да И слушаешь Если ты нас иногда слушаешь Это считай Тот же Радиорокс Практически и есть Потому что музыкальная база Например Корневая Это прямо вот взято оттуда Из прошлого Да, мы с тобой Об этом говорили Да Поехали Опять о тебе Ты Являешься ли ты Обладателем Каких-либо наград Грэмми Может быть Нобелевская премия Премия Президента Путина За заслуги Или ты Все-таки такой Больше андеграундный Великий человек Или ты Я тебе скажу Что самая большая Моя премия То, что меня любят В этом городе И не только в этом городе По всей стране Где я выступал Как Художник-постановщик По свету Как шоумен Было же там Да, такое Я танцевал за пультом Все нормально Слушай, а ты же в молодости Вот лет 50 назад Ты же стройный был Как и сейчас Абсолютно Абсолютно Почти что Да, да, да У меня есть фотографии Я смотрю Ну я сейчас Да нет, это в хорошей форме Я сбросил 18 килограмм Ну, тем не менее Мы не говорим Про грамоты Но ты вот как-то Вот не отмечен Да, вот как всегда Наша культура Нет, у меня есть У меня есть У меня есть дипломы Всевозможные награды За участие И заведения Спортивных мероприятий За фестивали От клубов У меня есть Вот, Андрюха Спасибо тебе Там вот Мне это самое главное Не обязательно Вот эти какие-то звания Иметь там Когда люди тебя любят И помнят И звонят Говорят, Андрюха Ну вот Мы как-то видим тебя В этом мероприятии Слушай, а как выбирают ведущего Бывает так, что тебе звонят И говорят Слушай, посоветуй нам Вот как Ни разу не просили совета Нет А как ты себе представляешь Вот сидят большие папики Да Все директора Общества с ограниченной ответственностью Засекреченный Много денег И вот они думают Так Надо, чтобы кто-то это все провел Кто Они будут брать Какого-нибудь дорогого ведущего Знакового Нет Ну типа Коля Баскова Не про деньги даже А просто Про Ну не знаю Какие-то качества Профессиональные Например Говорят Вот нам нужен ведущий Который, предположим Выносливый Это вот единственный Это блестяще Вот он может долго Или нужен ведущий Который может еще и попеть Я могу тебе сказать Что у меня есть компания С которой 16 лет я ведущий 16 лет веду им праздник Это иксы, что ли? Нет Нет Другая компания Я не буду ее называть Не называем Да 16 лет я у них ведущий Они говорят Андрюха Нам нужен такой ведущий Как ты Потому что такой трэш Который ты вытворил Неужели это какая-то фракция В Госдуме? Нет? Если они Комитет И они мне говорят Андрюха Мы тебя не поменяем Никогда Даже если мы поменяем Название И переформируемся Будем какой-то другой Деятельностью заниматься Мы все будем Зывать тебя Потому что ты нас устраиваешь Ты абсолютно не похож Ни на кого Вот все, что они говорят мне Было приятно Когда они в этом году Меня позвали Прокатиться По рекам и каналам Было У компании Юбилей Они говорят Андрюха Ты не работаешь Ты просто Да Ты просто Просто Наш гость Но не ведущий Потому что там были Эти самые Аниматоры Аниматоры Они работали Нормально Я им сказал Ребят Молодцы Вы выполнили свое название Аниматоры Да Но это не я Я другой Слушай Ну вот предположим Что в тебе Что-то срезонировало Так вот В твоих Качествах Моральных Духовных Интеллектуальных И так далее Вот как-то Все сошлось И ты Как ты сам говоришь Что ты можешь Ты чувствуешь Публику И можешь Как-то Ну ее координировать Во время Какого-то там Фестиваля Или события Предположим Это в тебе Само образовалось Ведь правильно Или ты все-таки Нет уже Ни у кого не учился Не поверишь Ну какой-то ПТУ Например Которое готовит Ведущих фестивалей Или институт Нет Нет Такого нету У меня нет У меня есть У меня есть Станочные Да Специальности А вот этого у меня нету Но я могу тебе сказать Что большая школа была Это конечно Работа в Иксах Все-таки 19 лет Быть ведущим В Иксах Спасибо Толику Спасибо Андрею Ну мы напомним Кто не знает Это сеть Баров Сеть баров Таких причем С оттенком Оттенком С оттенком Да С оттенком И с трэшем С таким С таким задором С танцами на барной стойке Там С каким-то Легким этим Самым Стриптизом Там Все как бы В пределах Там Ну С С неповторимой Атмосферой Иксов Ну это благодаря То есть это школа Конечно Школа Школа Это тоже Это тоже Очень здорово И спасибо Толику Спасибо Андрею Потому что Набрали Девочек Мальчиков Которые поддерживали Этот формат Поэтому до сих пор Звонят и говорят Ну когда вы откроете Иксы Потому что А когда Давай я тоже спрошу А когда вы откроете Это у Толика Надо спрашивать А есть планы Не могу сказать Ну по-моему Такое было Да А так вот Звонят и говорят А можно вас Толик Заказать еще Телефоны До сих пор До сих пор Да Клубов много А вот иксов Как в иксах Атмосферы Такой нет Нет Это все Это все Очень здорово И там И ты психолог Ведущий ты психолог В первую очередь Мне приходилось С людьми выпивать Потому что Я должен был Поддерживать Вот эту атмосферу Я не могу Не мог отставать От них Я бы был бы Ни на одной Линии с ними Тогда бы Очень интересный Аспект Момент такой То есть Вот надо Они подходят Я понимаю Что они подходят От души И Идут ко мне С открытой душой Я им скажу Ребята Я вот как-то На работе Да я на работе Они Ну они Они Расстроятся И просто Развернуться Уйдут И я Понимаю Что я так делать Не буду Я никогда так Не делаю Потому что Вот эти мероприятия Которые в этом году Проходили нормально Как бы я Ребята Подходят Андрюха Хочется выпить Не вопрос В иксах Я выпивал Иногда За ночь До полутора литров Крепкого Крепкого Но я не обманываю Они же могут Раскусить меня Если я налю Что-нибудь не то Я тебя видел Столько раз В роли ведущего Может быть даже И поддатого Может быть Я не знаю Но по тебе Это не видно По мне да Это как Это школа Штирлица Мюллера Кого Я делал весь этот Так а как Как вот этого Ну мы никому Ничего не советуем Но просто любопытно Как ты достигаешь Такого Ну это только У меня получается Это дисциплина Как это внутренняя Внутренняя дисциплина Конечно То есть ты выпиваешь Рюмочку Ты понимаешь Что это рюмка Спиртное Но Надо Микрофон Я разговариваю С людьми Я не имею права Не тыкать Не хвататься С людьми Сразу Не говорить Что вот Мы же друзья Товарищи Что мы там То есть никакого Понебратства Категорически Не может быть По определению Потому что это Неуважение В первую очередь К гостям Какие бы они ни были Они все разные приходили А ты какого происхождения Интеллигентной Семьи Семьи рабочих Как раньше говорили Дворян Дворянские корни Серьезно Да Мои предки были при дворе Ну я же Михайлов Тот самый Ну наверное Не Стас Точно Ой да уж Не Стас Михайлов Вот И вот это все Ну это Я много раз Обращался К себе И спрашивал Как это получается Получается Всегда вот Мне звонят ребята Nordic Spirit Здесь недалеко Когда у них был День рождения Это Андрюха Мы Отмечаем Десять лет Ты будешь ведущим Конечно Такие вопросы Не проблема Я приезжаю туда Ну что ты будешь Делать Не знаю Сейчас вас увижу Переоденусь И все будет нормально Я переоделся нормально Все вышло И пошла программа Нормально все Какой у тебя был Самый высокий гонорар Может быть даже Не в деньгах Ну просто вот Вот ты помнишь Что вот тебе За там Твое хорошее ведение События Вот так вот Привалило Чего-то Не было такого Хорошо А бесплатно Самые бесплатные Бывало же Бесплатные были Да Ну просто там Пришли и дали 3000 рублей Говорю Это что Говорят Ну это вот С благодарностью Да Я говорю Заберите их обратно Я говорю Мне просто Я не могу взять Такую сумму Я не взял И все И забрали Больше я с вами Не работаю Точно Ну то есть Люди так оценили Мой труд А я говорю Ребята Вы попробуйте Это сделать Потом они уже звонили Говорили Что мы погорячились Мы были неправы Они брали там Разных ведущих И просто плевались И говорили Что никогда больше в жизни Они таких вот Типа там Раскрученных каких-то Этих Брать не будут Потому что Люди просто Не работают Они просто Выпячивают себя И заваливают мероприятия По полной программе Слушай А есть какие-то Самые такие вот Недопустимые ошибки У ведущего Большого фестиваля Ну При условии Что он Там Не пья Нормальный Нормальный Ну Иногда 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 Вырывается Матерное слово Ну это Которое не в контексте Это Опять Нет Есть в контексте Когда оно А есть когда оно Не в контексте Есть Ну ошибки По сценарию Когда ты там Что-то Кого-то не так Объявил Не так объявил Да А как ты выходишь Из положения Если такое Ну вот Не дай бог Вдруг случилось Ну чего-то перепутал Ты извиняешься Как-то весело Да Нет Я конечно же Ну ребят Бывает Я ж живой человек Я могу где-то ошибиться Где-то могу Немножко притормозить Но я обыграю это Причем Я признаю себя Виновным Что я был неправ Это подкупает Как правило Да Нет Ну это действительно так Если ты виноват Значит надо это признать Все Вот это Признак профессионализма Когда ты Что-то сделал Или не доделал Ты должен признаться И сказать что Да Вот чего-то не хватило Не искать причину Ну так получилось Так случилось Потом Можно проанализировать Почему так получилось Бывает разная история На телевидении На радио Где угодно Конечно В жизни То же самое Что-нибудь ляпнешь Потом думаешь Господи Что это было Зачем я это сделал Ну бывает такое Слушай Ну а чем ты вот можешь Вот гордиться И в любой момент Тебя ночью разбуди Чем ты гордишься И ты открываешь глаза И говоришь Я с Билли Джоэлом Рынку выпил Вот чем ты можешь Есть такое что-то в тебе У тебя такое Ну Или это много всего Ну нет Это много Это знакомство с Билли Джоэлом Это Я увидел концерт Элтона Джона первого Это еще В юбилейном Когда он привез В юбилейном Первый концерт был Когда открывали юбилейный Дворец спорта Он приехал туда И привез белый рояль Они не знали Как его занести туда Я там Это Увидел А потом Конечно Моя мечта Увидеть Пин Флойд Живьем Я его увидел В Москве Когда мы секретом Поехали на первый концерт Пин Флойда В Советском Союзе Это было потрясающе Просто Я был счастливый человек На все И до сих пор До сих пор Потому что я увидел Потрясающее Трех Три с половиной часа Шоу Шикарнейшего Просто Фантастическое По звуку По свету По Драматургии По тому Как они себя вели Как они вывели На втором перерыве Своих детей Когда у них висело Шесть люлек Где сидели пушкари С холодильниками В креслах Чтобы им удобно было Работать и направлять Свет на А в холодильнике Кока-кола Кока-кола Что-то может быть Другое там было Ну не важно Это уже Никто не знает Что там было Но это было То есть масштаб Вот этого всего Поразил себя Потрясающе Да 36 тысяч было В СКК 36 Они забили так Наши Ну это было Это фантастическое Потом на Дворцовой площади Пинфлэт Да Тоже я Три часа отстоял там И дождичек шел Это Роджер Уотерс По-моему Ну Ну да Да Голос уже конечно Не такой Крепкий Но тем не менее Я бы чуть-чуть Погромче бы сделал Там доставляли Еврошоу Я помню Там все Тоже был Пятиканальный звук Все хорошо было А скажи пожалуйста Ведь на глазах же У тебя произошла Вся вот эта революция Техническая Правильно Ну и как у меня Начиналось Начиналось с обычных Лампочек Накаливания С этих Бэбки Бэбки Так они назывались Эти приборы Световые Там с линзами Такие Угловатые Чудовищные Потом уже немецкие Приборы появились Нарва Вот эти ГДРовские Очень здорово Все это раз Ну я часть света Своими руками делал Из того что попадется Вот Многие делали Из водосточных Труб пары 64 Вот Покупали Я помню что Битквартир секрет Покупал Лампы фары В городе Львове Или в Саранске И в Саранске Электроламповый завод Покупали лампы фары От самолетов Ту-154 И вставили Вот в эти самые Такие приборы Работали на этом Слушай ну вот Сейчас ведь У нас в стране Наверное Нисколько не хуже Чем там Сейчас все как-то Выровнялось Ну в смысле Технического Вот этого всего Ну технически Определяет Подтянулось Ну определяет Количество денег Ну есть сейчас Компания Которая обеспечивает Практически Любой этот Запрос Любой райдер Но тем не менее Когда приезжали Звезды мировые Они конечно Везли все свое Потому что Это правило Давай вернемся У нас сейчас Скоро время Начнет поджимать Уже Вернемся К мото К мото Ты же провел Массу фестивалей Выставок Ну кучу всего Ну А есть у тебя Что-то такое Что вот ты считаешь Вот самым таким Хорошим Добрым фестивалем Это какие были Зловом может быть Фестивали Или Вот если Которая вот в этом году Вообще Вообще У Сереги Была Фантастическая Концертная программа Да То есть набор команд И артистов Ну когда группа Ленинград грела Перед ДДТ Это дорогого стоит Ну или Назарет Да Назарет Это А когда приехали Стил Циркус Вот эти звезды Мировые звезды Рока И барабанщик Которому 65 лет Я говорю Что тебе надо Он говорит Неси пиво А пиво было Хорошее пиво Тверское Афанасий Я ему носил пиво Они как встали Как начали играть Народ бросил бухать Народ просто Кинулся к сцене Говорит Андрюха А что со звуком Я говорю А что со звуком Ничего не меняли Просто люди умеют играть И умеют извлекать звуки На любом звуке Абсолютно Да И было очень здорово Это Ольгиновские программы Конечно шикарные Ну и конечно же Любимый групп Клуб Бизи Райдерс Да В котором я долгие годы Вот уже в этом году У меня получается Уже будет 20 лет будет им В 22 году И я практически 19 лет Или 20 лет Я у них ведущий Ну у них Райвала Да по-моему Последнее время Райвала А до этого А до этого Мы были во всех этих Восток Балтийский берег Этот самый Дюны Легендарные Вечеринки в Дюнах Это у нас Морской прибой был Господи Где у нас там Только не было Мне сейчас Сразу Дискографию не вспомнить Маяк естественно Потому что в маяке Обычно Все пошло с маяка А какой на твой взгляд Генезис этого всего Вот в фестивале Как-то утрачивает интерес В мотосреде Как-то народ Насытился Или наоборот Или как-то может Они должны трансформироваться Как ты считаешь Я не знаю Я вот могу Послушал своих Оппонентов Ну вот Байкеров Ребята говорят Что сейчас уже Нет того Что было тогда Тогда это Росло А что исчезло? Что пропало? А пропала интрига И настроение И вот эта Душа Вот этого фестиваля Когда вот Когда все вот Все в едином порыве Тогда все были Более добрые Наверное Счастливые Не было таких проблем Как сейчас Поэтому И у людей Были те же деньги Понимаешь Которые они могли Просто потратить Вот на вот это Фестиваль На всю эту историю Нет Сейчас это тоже проходит Но уже не так Это уже больше Напоминает Какую-то Такую коммерцию Понимаешь То есть Ты приходишь там А вот Какого-то душевности Такой нет То есть что-то ушло Ушло, да Не, ну у меня остается Я же бизиком провел День рождения Все Правильно Офигенно там Андрюша Две минуты у нас всего Я хотел бы Ну, во-первых Тебе пожелать Всего вообще Чтоб ты был Всегда Тебя выслушать Какие-то пожелания Приветствия Нашей аудитории Ну, наша аудитория Я, конечно Рад Всех Видеть Улыбайся Чего ты не улыбаешься Ребята Всем в новом году Конечно Чтобы прекратилась Эта пандемия Чтобы вот это Все вернулось В какое-то Нормальное русло Потому что Все устали От этого всего От Просто вот Полная непруха Вообще непруха Полная Держитесь до конца Вот Всем встретить хорошо Новый год Ну и вот И 25-го я буду вести Ралли Замечательный Ралли-спринт Параголовок Гонка будет Приходите Приходите Там Увидите трэш Там будет просто огонь Ну и будем надеяться Было офигенно Вот Спасибо Леше Ветрову Потому что Прошло мероприятие Да Вот И Да И все И все Да И спасибо Всех Всех люблю Всех Всего хорошего Ребята Андрей Блестящий На Моторадио Субтитры создавал DimaTorzok